Мы находимся в деревне Осташково. По словам жителей, вот в этом заброшенном доме живут около шести взрослых и где-то семь маленьких собак. Мы уже успели познакомиться с теми очаровательными щенками. Они милые, безобидные, но когда они вырастут, начнутся проблемы. Что делать в этом случае? Вот сейчас будем разбираться. Десятый дом на Осташковской улице пустует давно. Именно поэтому его облюбовала семья бродячих псов. Здесь есть где спрятаться. Собаки, да, здесь живут, наверное, лет пять уже. Даже больше. Лет пять, шесть, семь. И каждый год дают приходить. Потом они развлекаются. И где кто пристраивается. Еду у животных тоже вдоволь. Сердобольные деревенские жители подкармливают дворняжек. Да, молочка налил. Ну а как? Щенки, они же не виноваты в том, что они здесь родились, в таких условиях живут. Устоять действительно невозможно. Особенно перед этими очаровательными щенками. Вот и сейчас к автобусной остановке, куда вышло на прогулку собачье семейство, направляется женщина. Ни много ни мало с кастрюлей борща. Прям слезно сил нет никаких. Жалко, да? Жалко. Иди мне хороший, иди, иди сюда. Иди, не бойся. Иди, иди сюда. Вот, поешь. Щенки не стали ждать приглашения второй раз и принялись за еду за год. Этот выводок уже второй, рассказывает женщина, которая представилась Любой. До этого выводок они кусались. Вот идут прохожие с автобусом, их кусают. Это до этого был выводок? Да, да. Уже подросшие, наверное. Они уже большие всего на той помойке. У них обед туда, на помойку, обратно сюда. А эти еще маленькие. А эти вот только народились, да, только народились. И так жалко, прям такие хорошенькие. А у всех собаки никто не возьмет. А значит, собачья стая со временем будет только расти. А вместе с этим и проблем у жителей деревни Осташково станет больше. Уже сейчас многие, несмотря на жалость к бездомным псам, недовольны соседством с ними. Я вот на той стороне живу, да. Я живу здесь. И вот это вот безобразие с этими собаками просто нам не дают покоя. Даже вот ночами. Вот тут два дня подряд. Ну настолько это просто невозможно было. Как они визжали, как они лаяли. Сначала вот посередине деревни, потом мы бежали в ту сторону. Собак надо пристроить, вторят друг другу прохожие. Но если у щенков, возможно, есть шанс найти хозяина, то у взрослых животных его можно сказать нет. Содержать в приютах армии дворняжек неперспективно. Казалось бы, выход один. Но нет. Регулированием численности в городском округе мы занимаемся в соответствии с законом Московской области и проводим это по программе ОСВВ. То есть это отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. Животных мы отлавливаем в соответствии с заявочками, которые поступают нам от жителей. Или вот когда мы видим сами, что где-то есть стая безнадзорных животных. Метод ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат – практикуют на территории Московской области второй год. Вы, наверное, уже видели на улицах собак с желтой биркой на ухе. Так помечен прошлогодний улов. Это значит, что животное не агрессивно, привито и стерилизовано. Интересно, в 2019-м метка будет зеленой. Там наносится надпись, что животное поймано мтище, ГО мтище и номер животного. Мы их номеруем М01, М02 и так далее. Сегодня на подряде умытищенской администрации Зеленоградский зооприют. Там есть все необходимое для комфортного содержания животных. Работают как квалифицированные специалисты, так и волонтеры. Мы занимаемся, во-первых, предпринимательской деятельностью, потому что за отловы платит администрация города. Плюс у нас очень хороший попечительский совет, который содержит большая волонтерская база, очень много благотворителей, благодаря тому, что развиты хорошо социальные сети. Сотрудники Зеленоградского зооприюта и займутся отловом стаи, поселившейся в 10-м доме на улице Осташковской. Дозвониться до хозяев постройки и спросить у них разрешения вторгнуться на территорию не получилось. Но ответственность на себя берет деревенский староста. И работа началась. Сначала сотрудник зооприюта поймает взрослых собак. Снотворные действуют не сразу. К слову, шприц с лекарством можно зарядить в специальное пневматическое ружье. Но им сотрудники зооприюта не пользуются. Выстрел из него слишком болезненный для животных. Куда безопаснее вот такое самодельное устройство. Но все равно собака напугана. После укола собака убежала, причем довольно далеко. Сейчас задача ее найти. Нас попросили остаться на месте, чтобы лишний раз не пугать и так напуганное животное. Собака найдена. Не пугайтесь, она спит. Еще до транспортировки животное чипирует. Сразу стали. Мы родом Вера Константиновна. И она регистрирует. Теперь эта собака может спокойно отдохнуть и в индивидуальной переноске. А тем временем специалисты постараются поймать других членов собачьего семейства. В зооприюте животные проведут около 20 дней. Собака поступает в приют. Проходит 10-дневный карантин. Если мы видим, что животное здорово, хорошо себя чувствует, контролирует все врач, осматривает ее, то дальше животное вакцинируется, ему делаются все необходимые обработки. Это обычно обработки от блох, от клещей. И после этого животное идет на стерилизацию, кастрацию. Когда животные придут в норму, их постараются пристроить в добрые руки. Если хозяин не найдется, собаки вернутся в деревню Осташково. Тем самым мы регулируем численность, конечно, потому что одна самка может принести в год, два раза в год от 10 до 12, 8-12 щенков. То есть это очень много, конечно. Если мы не будем заниматься этим вопросом, то животных станет очень много. Интересно, что метод ОСВВ был предложен зоозащитниками еще около 20 лет назад. У него есть как сторонники, так и противники. Спор шел, как видите, не одно десятилетие. И все же, разумеется, учтя ошибки своих предшественников, Московская область решилась на эксперимент. Почему? Оказывается, бродячие собаки давно стали частью городской экосистемы. Собаки являются неким барьером для других животных, в том числе лисы. А лисы, они являются переносчиками в 90% бешенства. Поэтому, где есть собака, лиса туда не пойдет. Поэтому, особенно те места, где поблизости есть лесные массивы, ну, тут, конечно, пускай хоть пару собачек-то все-таки живет. В последнюю очередь сотрудники зооприюта ловят щенков. Малыши спали в летнем домике. Но ждать, когда к ним подойдут люди, не стали. За ними приходится бегать по всему участку заброшенного дома. И все равно довольно быстро все семь щенков оказываются рядом со своими мамками. Вот этот рыженький оказался самым шустрым. Вообще щенков, на самом деле, не так легко поймать. Они опасаются людей, они убегают. Один остался в доме, он забился в трубу. Сейчас его вытаскивают, чтобы принести сюда, к маме. Щенков, как и взрослых собак, фотографируют. Теперь они не беспризорники. Все, все. Пристроить малышей, говорит Вера Митина, получится быстро. При пиаре есть шанс, что там 50% уезжают, уедут примерно в таком возрасте, а другие все-таки постарше. Полтора-два часа потребовалось сотрудникам зооприюта на то, чтобы поймать все собачье семейство, поселившееся в деревне Осташково. Взрослые животные до сих пор спят, поэтому хорошо перенесут дорогу. Успокоились и щенки. Конечно, они не знают, что их ждет новая жизнь. Просто сейчас для них главное, что мамы рядом. Пусть после всего пережитого у этих собачек все будет хорошо. Надежда Трифонова, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Продолжение следует...